Хорошо. Спасибо тебе за ответ. Может быть, у тебя есть какое-то послание к Дмитрию? Он уже всё знает. Дмитрий, Артур говорит, что ты уже всё знаешь. Что такого ты знаешь? Я пока ничего не знаю. Да всё ты знаешь. Я тебе говорю, ты знаешь. Точно знаешь. Это Титан Д2. Стильный складной нож от легендарной кузницы Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять из G10, а лезвие из прочной стали D2. Надёжный замок. Лайнер-лок. Нож выдержит любую нагрузку. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. А кузнец даёт пожизненную гарантию на свои ножи. Заходи к нему в Телеграм или в Ватсап по ссылкам в описании и получи скидку 5% по нашему промокоду. TrueJim MMA. Если вы являетесь фанатом бокса, и если вы журналист в этом зале, то для вас это является боем мечты. Мечта, которая станет реальностью. 1 июня два лучших бойца, вне зависимости от весовых, два лучших бойца среди всех людей мира, столкнутся и решат в бою, кто является настоящим, неоспоримым королём полутяжёлого веса. Давайте пригласим на сцену боксёров. И первым мы поприветствуем одного из самых техничных боксёров на сегодняшний день. Одного из чистейших – это непобеждённый в 22 боях и долго правящий чемпион полутяжёлого веса по версии WBA и IBO. Давайте горячо поприветствуем. Дмитрий Бивол. А теперь позовём на сцену чемпиона, который нокаутировал каждого, кто выходил против него в ринг. Непобеждённый боксёр с рекордом 20 боёв, 20 побед, 20 нокаутов, правящий и объединённый чемпион полутяжёлого веса по версиям WBC, WBO и IBF. Артур Бетербеев. Начать пресс-конференцию предлагаю с чемпиона по версии WBA, Дмитрия Бивола. Я слышал о том, как ты говорил, что это бой твоей мечты. Даже когда люди говорили про твой бой против Канелло, ты всё равно говорил «Я хочу драться за звание неоспоримого». И вот этот бой состоится. Расскажи, как ощущаешь себя перед ним. Здравствуйте, все. Сначала хочу сказать спасибо команде Артура Бетербеева, своим промоутерам, World of Boxing, Matchroom, Эдди Хёрну. Спасибо каждому. И, конечно же, его величеству, Турки Аль-Ашейху, Риоту и Саудовской Рами. Ведь они организуют великий бой не только для меня, но и для фанатов бокса. Ведь каждый, кто говорил со мной, они задавали один вопрос. Когда ты подерёшься против Бетербеева, кто сможет организовать ваш бой? Саудовская Аравия. Вот кто организовал наш бой. И спасибо им за это. Конечно же, я счастлив. Ведь когда я подписывал контракт в профессиональном боксе, я ставил одну цель – стать неоспоримым чемпионом мира. И всё, что мне пришлось пройти, было лишь для того, чтобы прийти к цели. Я делал это, чтобы прийти к цели. И даже бой против Канело, который ты упомянул, стал моим билетом к получению больших боёв. И теперь я счастлив тому, что 1 июня я буду драться за все пояса. Когда ты смотришь через стол на Артура Бетербеева, 20 боёв, 20 побед, 20 нокаутов, видишь ли ты его самым опасным соперником в карьере? Каждый раз, когда я прохожу подготовку к очередному бою, я считаю своего соперника самым опасным в мире. Именно такие мысли помогают мне быть сфокусированным, оставаться серьёзным во время подготовки. И, конечно же, он один из самых опасных соперников. Даже смотря на его рекорд, даже наблюдая за его боями, смотря на силу, которой он обладает, я только сильнее завожусь от мысли о бою против него. Ведь я люблю испытания. Мне нравится, когда меня нравится, когда меня испытывают. Этот бой тоже является для меня большой проверкой. Он нокаутировал каждого соперника. Почему с тобой будет по-другому? Все люди в мире разные, а не только я. У меня хорошие навыки. Я просто верю в свои навыки. И в боксе я уже 20 лет. 20... Сколько там будет? 28 лет я занимаюсь боксом. Я боксирую, сколько помню себя. Я люблю этот спорт, и... думаю, это должно мне помочь. Мой опыт и... моя ментальность, мои навыки и моя подготовка. Я просто верю, что могу быть неоспоримым. Теперь дадим слово Артуру Бетербиеву. Ты, так же, как и Дмитрий, мечтал о том, чтобы стать неоспоримым чемпионом. О четвертом поясе. И вот этот пояс рядом с тобой. Скажи, что ты чувствуешь сейчас? Что ж, здравствуйте все. Я рад находиться тут. Уже не в первый раз спасибо каждому, кто... каждому, кто организовывал этот бой. И его величеству, конечно. Спасибо Топранку. Спасибо Фрэнку Уоррену. И команде Дмитрия. Чего там спрашивал? Давай еще раз. Перед тобой пояс, который ты так давно хотел получить. С 2017 года ты коллекционировал пояса. Как ты чувствуешь себя, когда видишь пояс перед этим боем? Я вижу еще один пояс. А что насчет Дмитрия Бивола? Спасибо, Артур. Он меня убить хочет, похоже. Это очередной соперник? Он ведь все-таки непобежденный чемпион. Как ты и сказал. Я коллекционирую пояса. И мне нужен еще один. Вы оба были чемпионами с 2017 года. Как думаешь, почему на организацию вашего боя ушло так много времени? Я этого не знаю. Он знает лучше. Его и спрашивай. Дмитрий, почему ваш бой так долго не организовывали? Чтобы оставаться реалистом, так как он не говорит, то придется сказать мне. Скажу за него. Мы все прекрасно знаем, как организуют боксерские бои. Все бойцы, которые владели поясами чемпионов, относились к топранку. Я неоднократно просил свою команду организовать этот бой, и мне всегда давали только один ответ. Нет человека, который возьмется за организацию этого боя. И теперь у нас есть его величество, который настолько любит бокс, что сказал, я хочу этот бой. И теперь он состоится. Да, этот бой определенно состоится 1 июня. Артур, это самое большое испытание или нет? Посмотрим. Есть какие-то догадки, что ты думаешь? Понимаешь, я не думаю. Я готовлюсь. Я подготовлюсь к этому бою и постараюсь быть готов на 100%. Хорошо. Спасибо тебе за ответ. Может быть, у тебя есть какое-то послание к Дмитрию? Он уже все знает. Дмитрий, Артур говорит, что ты уже все знаешь. Что такого ты знаешь? Я пока ничего не знаю. Да все ты знаешь. Я тебе говорю, ты знаешь. Точно знаешь. В общем, кто-то что-то знает. Я знаю только одно. На кону стоит дополнительный пояс. Это будет пояс неоспоримого чемпиона. Новый пояс, который получит победитель этого поединка. Магия телевидения демонстрирует этот пояс позади меня. А теперь бойцы встретятся лицом к лицу на сцене, которая находится передо мной. Они both сказали, в их heavy Eastern-European accent. Это я не люблю. Это я не люблю. Я люблю. Я не люблю. Я не люблю. Я знаю, что я должен делать, но я не люблю. Я думаю, это было evident. Я люблю. Я люблю. Я люблю. They don't have to talk we all know was boxing fans what a fight this is and history in the making and and all of that all them sort of catchphrases and lines but these guys they don't need to talk they really don't need to talk and we know it's going to be an absolute war bloodbath potentially going to be fighters up and down I think it's gonna be a great fight. The best part about spending so much time with fighters, and Bunty, you'll probably understand this as well, decades, is they tell me sometimes don't look into these things in terms of the face-offs and the pictures. There's nothing to read into. That's all for comments and Instagram and Twitter and all the rest of it. What you need is that moment backstage when they're queuing up to come on. This is the privileged position that we're in, in our position. And it's just that little moment backstage when for a second, for the first time, they're actually shoulder to shoulder. But they can't acknowledge each other. And they're standing, looking at the door they're going to go through. And you know what's in their mind? They're going, who's going through that door first? That's psychology one. That's round one. And they're both standing, and they're half-talking to the people behind them, but they're not acknowledging them. That's what we saw back there, when I was a bit late coming here, as you know. I wasn't backstage having a cigar, I was backstage working. As always. I knew this was on the broadcast. I'm quite blunt. Exactly. And I saw the two of them standing, not three feet. На этом всё, друзья. Выпуск переведён и озвучен командой Truegym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»